В лидерстве очень важно определение мечты, определение смысла, а ради чего достигать эту мечту. И в лидерстве очень важно определиться с теми ценностями, которыми мы руководствуемся. Давайте мы себе представим ситуацию, что мы хорошо знакомы друг с другом и в общем-то объединены одной целью. У нас есть видение, у нас есть идеалистическая картина достижимого будущего. Мы знакомы друг с другом достаточно хорошо, что могли уже прояснить и определить те ценности. Что нам нужно для того, чтобы продвигаться к намеченной цели? Ну, нужны какие-то последовательные шаги. И в общем-то в лидерстве очень важно заниматься стратегическим планированием своей деятельности. Осмысленное продвижение к достижению цели. И следующая тема, которая важна в лидерстве. Стратегия. Видение без стратегии, один мудрец сформулировал, всего лишь сон. Видение без стратегии, всего лишь сон. Стратег. Ну, издревле стратегом, стратегос, полководец, называли человека, который вел войско. Стратос на греческом войско. Эго. Вести стратегос, человек, который руководил войском. Главнокомандующий. Причем, с полномочиями распоряжаться финансовыми вопросами. С полномочиями вершить суд в веренном ему войске. А также строить внешние отношения с теми противниками или, возможно, потенциальными союзниками. Для чего? Для того, чтобы достичь цели, поставленной или в веренном ему войскам. Вообще, в жизни мы встречаемся с различными категориями руководителей. Одни и не думают, и не мечтают. Ну, вот такое пассивное отношение к деятельности. Другие заняты тем, что они думают. Думают, как, что сделать, куда идти, но не переходят к действиям. Есть руководители, которые, в общем-то, инициируют действия и не особо ценят осмысленность продвижения к этой цели. Некогда думать, давайте делать. А вот есть люди, которые выбирают наиболее оптимальный вариант, что нужно осмысленно действовать. Но осмысленно действовать можно в степени того, что не продумать каждый шаг, или осмысленно действовать более или менее с учетом всех возможностей, угроз, ограничений и потенциальных возможностей. Что такое стратегия? Ну, стратегия – это, прежде всего, определение проектирования долгосрочной цели или задач организации, общины, команды, предприятия. Стратегия – это вот как бы продуманная маршрутная картина действия на пути от А к Б. Вот в современности многие водители используют навигатор. И навигатор может просчитать время, которое потратит человек в пути, и маршрут. Есть такие умные навигаторы, которые могут подсказать водителю, каким образом проехать с учетом того, чтобы не проезжать через населенные пункты, только по скоростным дорогам или в объезд тех пробок, которые возникли. Стратегическое лидерство на самом-то деле – это формирование целеустремленности, формирование осознания у людей, что то, что мы делаем сегодня, имеет смысл, потому что это стратегически важное действие, стратегически важный поступок, стратегически важный проект, который мы осуществляем сегодня. Он ведет нас к следующему шагу развития. При помощи стратегии лидерство указывает направление, а также маршрут продвижения к той цели. Вот отсутствие стратегического мышления или плохие стратегии – это общие недостатки организаций или даже целых стран. У нас нет нехватки в лидерах, которые заявляют высокие цели. У нас достаточно лидеров, которые, в общем-то, даже объясняют смысл, почему нужно двигаться к этим направлениям. Но вот тех руководителей, которые могли бы совместно с своими коллегами, соратниками стратегически мыслить, а потом реализовывать свои намерения стратегически, не так много. Лидерство эффективно должно гарантировать реализацию и поддержание стратегий во время жизненного цикла организаций. Есть различные методики, схемы, алгоритм действий, каким образом разрабатывается стратегический план. Но, в принципе, есть какие-то общеизвестные шаги, которые нужно выдержать для того, чтобы мыслить стратегически и разработать какой-то план. Во-первых, нужно проанализировать собственное состояние, некое анализ внутренней среды, кем мы являемся, где мы находимся. Потому что строить мост к другому берегу нужно хотя бы знать, на каком берегу и в каком состоянии мы находимся. Потом необходимо всегда анализировать внешнюю среду. И для некоторых организаций это очень важно, учитывать экономические, политические, социальные, технологические какие-то аспекты. Стратегическое планирование, конечно же, лучше всего выстраивается, если ты знаешь, куда ты хочешь взобраться. Это как у подножия горы. Видишь вершину и практически выстраиваешь тогда маршрут. Выстраиваешь промежуточные цели, выстраиваешь тактические какие-то действия. И тогда планируешь, кто, когда, с помощью каких инструментов, благодаря каким механизмам, при наличии каких необходимых ресурсов, будет выполнять то или иное. И в принципе, стратегическое планирование даже предполагает, что мы не только будем планировать наши движения, но запланируем, что когда-то мы можем остановиться и оценить, насколько мы продвинулись, что мы сделали правильно, что мы допустили, или какую допустили мы ошибку. В стратегическом планировании очень важна обратная связь. Очень важен диалог. Очень важно учесть мнение всех вовлеченных в реализацию этого проекта. В стратегическом планировании очень важно подключение людей не на этапе реализации, а на этапе планирования. Иногда руководителям кажется, что нет необходимости тратить время, собирать людей, ближайший круг. И вот с ними говорят, слушайте, а как мы придем к реализации этой идеи? Давайте мы, например, откроем столько-то поместных общин за год. Ему кажется, это выполнимо. Или давайте мы выведем предприятие на такой уровень. Давайте мы модернизируем какие-то подходы. Он знает, как это делать. А потом спустить указания сверху. Но что получается? Что энтузиазм и вовлеченность, и разумение, эмоциональная подключенность к реализации этого стратегического плана для многих людей становится большим препятствием. Им сложно. А иногда непонятно. Но когда люди сообща разрабатывают какую-то перспективу движения вперед, к изменениям в будущее, и каждый из них мог внести какое-то предложение, и с его мнением считались, то тогда есть большая степень вероятности, что он будет вовлечен и активно участвовать в реализации достижения этой цели. Несколько характеристик организации со стратегическим лидерством. Во-первых, в происходящих процессах согласуется разработка стратегии, бюджетные расходы и система информированности. Это не просто, что мы будем делать в финансе и как мы будем информировать друг друга. Второе. Стратегии – это дело каждого. Максимально нужно вовлечь тех людей, которые способны стратегически мыслить, анализировать, и потом они будут ответственны за реализацию этого проекта. Стратегия реализуется через совместное усилие всех подразделений, если это речь идет об организации, которые будут ответственны за общую деятельность. стратегии внедряются в операционные планы, а потом на основании тех стратегических решений, которые мы принимаем, необходимо вовсе-то и измерять определенные показатели успеха. Стратегическое планирование всегда мобилизуется руководителем организации. И если в организации, в общине, в учебном заведении, в подразделении нет видения, нет осознания, ради чего мы существуем, нет стратегии развития, то персональную и личную ответственность несет в первую очередь руководитель или команда лидеров, лидеров, которая в общем-то отвечает за благосостояние, эффективность развития этого проекта или предприятия. Когда мы вдруг, поработав, проанализировав, учли мнение всех, учли все обстоятельства, смогли увидеть промежуточные цели, которые помогут нам продвинуться к достижению главной цели, которую мы ставим перед собой, то здесь следующий шаг, что нужно идти. Потому что многие стратегические планы так и остались. Хорошо разработаны, по правильным методикам, прекрасно напечатаны, на хорошей бумаге, вообще-то распечатаны. И потом хорошие обложки, они упакованы и помещены на полку. Нужно действовать. И иногда оказывается, что когда мы работаем по нашему стратегическому плану, что-то нужно внести, корректировать. Он не должен быть, как дамоклов меч. Это просто лишь инструмент. Иногда новые обстоятельства вскрываются, которые будут корректировать. Но вот пятым условием, или пятой важной точкой опоры для эффективного лидерства является усиление. Это тема непростая, но в общем-то полезная. И я постараюсь объяснить усиление. Мы имеем дело с понятием empowerment. Empower – английское слово предание силы, крепости. И вот понятие empowerment – это одновременно объединяет в себе некоторую философию и понимание человеческой личности. И в то же самое время практику, которую человек может использовать для служения или работы. Вот слово empowerment обозначает предание силы другому или допуск и санкционирование другого на использование этой силы. дать человеку ресурсы, полномочия, условия, придать ему определенного, вообще-то, доверия, энтузиазма, может быть, пробудить в нем веру в собственные силы, чтобы он двигался. У наиболее успешных лидеров, пишет профессор Гил, последователи и сотрудники обладают необходимым и необратимым потенциалом и удовлетворением, которое происходит из чувства самоэффективности. Представляете, если руководитель предприятия не смог создать условия, в котором его соратники, коллеги ощущают самоэффективность и зависимы от его инструкций, и если работу, которую не осуществляет, находится в другом крыле здания и поработав, и завершив какой-то, ну вот, допустим, часть операции, они не знают, что делать дальше или не верят, что они смогут принять правильное решение, ну, сейчас помогают мобильные телефоны, но, тем не менее, они будут отрываться на то, чтобы вернуться к руководителю по мобильной связи или, может быть, прийти непосредственно и получить указание дальше. Но если они обладают тем ощущением, что они способны принять правильное решение, а если они даже допустят ошибку, это всего лишь творческий поиск и рабочий момент, то получается, у нас нет этих пауз необходимых и нет этого цементирующего комплекса, который не помогает людям раскрыться. Что такое усиление? Это предоставление людям знаний, навыков, самоуверенности, возможностей свободы, полномочий, ресурсов управлять собой и быть ответственными за свою работу. Представьте себе, что вы работаете в коллективе, где у вас лично есть необходимые навыки, у вас есть возможности принимать решения, у вас есть определенные полномочия, у вас есть ресурсы, служебные, какие-то другие ресурсы, вы можете в общем-то даже управлять своим временем, своим рабочим днем, вы ответственны за свою работу, вам хорошо работает, но если у людей, которые работают с вами, этого нет, то в совокупности дело страдает, потому что если вокруг вас работают люди без уверенности в себе, без определенной свободы для принятия решений, без полномочий, ресурсов управлять собой, может быть распоряжаться какими-то бюджетными средствами, если они не имеют ощущения ответственности, это неэффективно, это просто неэффективно, иными словами, усиление означает раскрепостить власть, распределить ресурсы, рассредоточить ответственность так, чтобы каждый на своем месте ощущал себя как лидер своего дела, своего проекта, лидер своего времени, и тогда происходит приумножение вот тех творческих потенциалов человека, тогда происходит синергия, и, конечно же, результат становится намного большим. Лао Цзи, китайский философ в древности сформулировал следующее, и часто его слова цитируются в различной литературе, что касается лучших лидеров, то люди не замечают их существование, лидературе, их они уважают и хвалят, их они боятся, их и ненавидят, но когда работа лучших лидеров сделана, люди говорят, мы сделали это сами. когда руководитель предприятия, коллектива, лидер команды, священнослужитель может создать условия к тому, что у людей есть все необходимые ресурсы, свободы, полномочия и ответственность самостоятельно принимать решение и выполнять свое дело, то происходит преумножение той деятельности, которую можно осуществить посредством одного человека, который координирует, распределяет, уполномачивает, принимает решение и за все ответственный. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Эффективные лидеры создают условия для того, чтобы люди могли сделать то, что необходимо. И вот знаете, усиление людей может привести к удовлетворению от работы, потому что каждый себя чувствует очень комфортно. У него есть все, что нужно для того, чтобы он выполнил дело. У него есть круг обязанностей, ресурсы, навыки, есть возможность вообще-то быть тем, кто управляет. Естественно, не все люди к этому готовы, естественно, не все люди желают, не все люди воспитаны, но на лидере как раз и лежит ответственность не только говорить о красивых моделях, но создавать постепенно условия и атмосферу и воспитывать людей к тому, чтобы они могли на определенном уровне работать в таких, на мой взгляд, очень хороших, комфортных, способствующих условиях. Особенности эффективности усиления заключаются в том, что когда делегируется полномочия, тогда людям не нужно спрашивать и переспрашивать какие-то вопросы. Тогда происходит высвобождение творческих потенциалов, творческого потенциала человека. Тогда происходит и ощущение того, что на человека лежит ответственность за собственное дело, за собственное время. Усиление высвобождает, укрепляет и дает человеку возможности двигаться по продуманной стратегии вперед. Ничто не сдерживает. Это как будто бы снять гири, которые мешают спортсмену пробежать какой-то забег. Дать ему возможность творчески принимать решения на футбольном поле футболиста и естественно какие-то установки. Он начинает намного лучше себя ощущать. если дать ему установки зацементировать и где-то у него будет страх. Что скажет тренер, то прежде чем он отдаст пас, он посмотрит на тренера даст ли тот кивок, что стоит отдавать этот пас. Продолжение следует... до ремня... до сих пор